Зовут меня Александр Шишлак, главный инженер строительства стадиона «Спартак». «Спартак» где будет проходить международный матч. Вот это вот точка, где был забит первый колышек и где действительно будет в дальнейшем центр стандартного. Трибуна западная, там где будет располагаться сама команда, где будут комментаторские кабины, где будут располагаться представители международных организаций, тренерские раздевалочки. То есть оттуда будет команда выходить на фон. В настоящее время строительные работы ведутся по изведению монолитного каркаса. И сегодня начнется экспериментальная сборка варианта железобетонных конструкций, которая будет уже являться основанием для самих трехов и для подъема, для лесенок, откуда можно будет подниматься и зрителям, и служащим персоналам. Значит, комбут располагаться, в различные магазины, варечки, сувеневчики будут продаваться. Значит, основание для поля подготовлено. Сегодня по этому основанию будут заведены грузоподъемные механизмы для грузоподъемных конструкций. И далее будет очень сложная и уникальная конструкция. Укрусненная сборка производится на поле и потом монтироваться. Это металлоконструкция самого козырька. Уникальность заключается в том, что большой пролет, таких пролетов в мире насчитываются единицы. Поэтому руководство нашей организации «Стадион «Спартак» во главе с Андреем Арнольевичем Кадзуном объездили многие стадионы и строящиеся уже в данную эксплуатацию для того, чтобы применить действие такой коробки, который будет прекрасно. Если есть какие-то вопросы, я просто хотел бы, скажем, в качестве диалога пообщаться, потому что каждый, может быть, хотел бы узнать какое-то направление. Поэтому задавайте вопросы, я буду вам отвечать на них. Сейчас максимальная высота. Значит, если мы посмотрим на точку возведения монолитной конструкции, значит, максимально мы сейчас видим с вами выходящие стержни порядка 26 метров, вот там, где у нас заканчиваются лифтовые шахты. А максимальная высота по периметру будет порядка 33 метров. Вот представьте себе, если вот первая трибуна, залита в перекрытие, это 9 метров, то, скажем так, болельщик, который будет находиться на самом краю, будет на высоте порядка 28 метров. То есть еще как бы три высоты можно дать. Значит, на металлоконструкции ферм будет держаться, и будет козырек на этой металлоконструкции. То есть защита будет от атмосферных осадков. Трибуны 3 будет неотапливаемые, значит, на ВИП-трибуне будет предусмотрено, значит, отопление. Скажите, пожалуйста, работают по графику, не остается ли? Значит, мы сейчас входим в график, отцелание было. Было по причине того, что очень сложное проектирование на данном объекте в связи с тем, что мы находимся в пойме реки. Очень сложная была геология, и по ходу начала строительства пришлось проводить перепроектирование в связи с тем, что основание и фундаменты пришлось делать более усиленными. А на счете, я помню, ТИФА одобрило строительство, им понравилось, что бы им показали, может быть, они особенно отметили? Ну, отметили, во-первых, подход, подход и руководство строителей, скажем так, как к своему детищу, потому что вы сами прекрасно все знаете, что момента строительства, начало строительства, а тем более момента открытия ждут миллионы и миллионы наших болельщиков, особенно тех людей, которые уже в возрасте, которые росли с этой мыслью о стадионе «Спартак». И это будет, конечно, большая победа. А вот мы сейчас стоим на этом уровне, а когда уже будет газон? Значит, вот от этого уровня мы примерно на метр еще поднимемся. То есть вот это основание будет как бы подготовительным, а дальше пойдут все системы, которые обеспечат жизнедеятельность натурального газона. То есть вот отсюда пойдет уже система жизнедеятельности. То есть это и система отопления, система подачи воды, воздуха, то есть все, что предусмотрено для того, чтобы газон здесь хорошо себя чувствует. Ну, порядка, значит, 12 метров получается. Но здесь мы еще не можем определить, потому что еще система коммуникации будет проходить. Если так, визуально. Но стандарты мировые, поэтому здесь то, что касается самого поля, и то, что касается размеров, здесь чисто мировые стандарты. Здесь мы... своего ничего придумать не можем. Скажите, будет вход по лестнице на самих трибунах, по лестнице он будет, а можно просто на... Во-первых, будет по лестнице. Во-вторых, предусмотрены не на всех стадионах, на наших стадионах предусмотрены лифт. Вот, и не один на каждой трибуне их место. То есть болельщики могут подниматься и на лифтах. Значит, кроме того, предусмотрены все мероприятия, которые связаны с людьми с ограниченными способностями. То есть может человек на коляске сюда заехать, и сделаны специальные спуски и подъемы для того, чтобы он мог спокойно смотреть матч. Может быть, это не ваша епархия, а что с автомобильным подъездом? Он очень, конечно... Значит, то, что касается автомобильного подъезда, значит, все проработки, ну, предварительно, так скажем, уже проведены. Значит, будут дополнительные развязки, которые свяжут дублер Волоколамского шоссе, Строгино, значит, улицу Свободы. Рассмотрен этот вопрос уже на заседании правительства города Москвы. Вопрос, конечно, очень серьезный и тяжелый, но концепция уже есть. Потому как, кроме всего прочего, значит, вот за примерно башенным краном существует законсервированная станция. Название ее, предварительно уже говорено, будет называться «Стадион Спартак». Если кто ездит этим маршрутом между Щукинской и Тушинской, и видно в окошко метропоезда, есть законсервированная станция. Вот она планируется в следующем году, значит, ее уже расконсервация, строительство и пуск в эксплуатацию. То есть, соответственно, метро Тушинская, стадион «Спартак», и плюс развязка именно автомобильной дороги, вот, и существующая железная дорога. Здесь станция Тушина с железной дороги. Поэтому этот вопрос, скажем, очень актуальный, но он решаем. Вы как-нибудь оглядываетесь на строительство «Стадиона Динамо» в свете конкуренции между нами? Вы знаете, ну, мы считаем, что конкуренция, она должна быть здоровая. Для нас, как для строителей, может быть, какой-то и передовой опыт. Мы хотели бы тоже с ними обсудить. Вот. Но совершенно разный подход, понимаете. У нас новая строительство. Такого, наверное, строительства и такого места просто прекрасного в Москве сегодня, да и, наверное, в те годы, когда существовало еще и «Динамо», и «Лужники» строились, больше не найти. Поэтому я считаю, что и болельщики, и игроки «Спартака» будут очень довольны. То есть вы отвечаете точно, мы закончим раньше, чем «Динамо», причем гораздо. Вы знаете, всякое может в жизни случиться, но задача и цель у нас стоит действительно сделать так, чтобы наш «Стадион» вошел в программу чемпионата мира 2018-го года. Раньше, чем «Динамо»? Скажите, пожалуйста, а точки для камеры уже пристрелены во время трансляции, которые были задействованы? Значит, этот вопрос прорабатывается, сама концепция есть. Значит, на стенде, который вы потом увидите у нас в зале соседания, там этот вопрос уже проработан. Но детали, конечно, будут уже в рабочем проекте предусмотрены. Я почему задал этот вопрос? Потому что раньше строили дворцы и стадионы, а потом туда запикивали камеры. И от этого страдает, в общем-то, показ трансляции. Совершенно по-другому. Сейчас прорабатывается это наоборот. Сначала прорабатывается концепция именно показа, удобства, освещения соответствующего. А потом уже это внедряется непосредственно в строительство. Ну и резервная подстанция, естественно, тоже существует? Резервная подстанция уже существует. Здесь подано уже постоянное электропитание. Приходят уже из города подстанция уже задействована. Поэтому и вся стройка, и перспектива работы самого стадиона уже обеспечены электроэнергией. Система вентиляции продумывается? Значит, система вентиляции, система кондиционирования. Значит, полностью все системы, я говорю, здесь было очень много подходов. Поэтому вот взята практика, уже практика, не только теория, а и практика мировая. Всего самого передового, что будет внедрено вот сюда, в этот стадион Спартак. Ну, на вопрос. Учитывая то, что большую часть чемпионата мы играем в холодное время суток, будет ли предусмотрено, как вот на Сантьяго Бернабеу, там, под куполом, какие-то нагревательные приборы футболейские? Ну, вы знаете, вообще по проекту и по решению проектному здесь сезонная игра, и здесь подогрева не предусмотрено. Единственное, что вот сейчас проговаривал, для того, чтобы было удобно зрителям, каждый зритель будет получать специальную, вот это там, как ее назвать, ну, кресельный материал, для того, чтобы взял подушечку эту, подложил, чтобы не было холодно, вот, в спине, да, и сидеть было удобно, вот это там.